Приветствую! Я Ирина Бейли и это Аэропорт Моды, мой арт-фэшн-блог об искусстве в моде и моде в искусстве. Готовы? Я? Да. Пристегните свои модные ремни, точка отправления Киев, место назначения Мехико-Сити. Полетели! Полиэмейлит в детстве, пережив который она стала хромать. Несчастный случай в молодости, который лишил ее возможности иметь детей. Любовь и предательство в браке, особенно когда ее муж, знаменитый в то время мексиканский художник-муралист Диего Ривера, изменил Фриде с ее же сестрой. И при всем при этом ее неукротимый дух и творческий гений давали ей силы наслаждаться жизнью. Каждая глава, каждый аспект ее судьбы достойны эпических книг, сериалов и блогов. Поэтому этим путешествием я попытаюсь вдохновить вас узнать о ней больше. Либо на моей странице Facebook Аэропорт Моды, либо из любых других источников. Поверьте, не было такого художника, которого бы на протяжении десятков лет так любила индустрия моды, как любит она Фриду. Ее творчество, ее стиль в одежде и аксессуарах, ее игра с цветом оказали огромнейшее влияние на мир искусства и моды. Особенно моды. Взять, к примеру, ее прическу, которая стала визитной карточкой Магдалены Кармен Фриды Кало Кальдерон. Таково полное имя нашей героини. Цветы в волосах Фриды были не столько украшением, как у меня сейчас, сколько эмоциональным посылом всем вокруг. Я здесь. Я все еще жива. Так что не Лана Дель Рей стала амбассадором, то есть послом такого модного аксессуара, как корона из цветов. Теперь вы это знаете. Яркие, страстные бутоны были лейтмотивом всей жизни Фриды. Они вплетались ею не только в волосы, но и в те образы, которые она создавала. В украшениях, картинах. Их до сих пор цитируют в своих коллекциях великие кутюрье и дизайнеры одежды. Жан-Поль Готте, Валентино, Дольче и Габбана. Список можно продолжать. Когда в 1939 году французский Вог посвятил Фриде Калот целый номер, мир фэшн принял ее в свои объятия раз и навсегда. Тогда Вог назвал ее самой неоднозначной иконой стиля. Она, одна из первых, начала сочетать этнические мотивы и современные тенденции тех лет. Она выходила в свет в традиционных мексиканских рубахах или двубортном мужском костюме, или в струящихся шелковых платьях пол, а то и в пястрых шляпах и платках, ну и, конечно, в упомянутых мною выше цветочных коронах. Вот вам и лайфхак в стиле Фриде Калот. Думаю, вы уже догадались, о чем пойдет речь. Берете цветы и с помощью лент или проволоки плетаете бутоны в свою прическу в виде короны. А если волосы у вас короткие, сделайте себе ожерелье из живых пионов или роз. Не сомневайтесь, вы будете самой модной и стильной на любом празднике жизни. Творите и дерзайте до следующего рейса в аэропорту моды, где я, Ирина Бейли, буду вашим пилотом в мире арт-фэшн.